Десятки тысяч жителей республики, в том числе Чебоксар, сегодня проснулись еще до будильника из-за удушающего запаха гари. Примерно в 4 часа утра населенные пункты заволокло дымом лесных пожаров, который принес изменивший направление на северный ветер из соседней Мариэл. Некоторые буквально в панике пытались понять, не горит ли их дом. Вот что республике рассказали люди на улицах о том, как встретили сегодняшнее утро. Утром сегодня очень сильный смок был, даже дышать тяжело было от этого. Ну это ужасно, люди не соблюдают, делают шашлыки, может быть не тушат. И вот сейчас завол уже закрыли из-за этого, я так понимаю. Пошли купаться, все в смоде в таком, газ не видно, безобразие. Жители Чувашии вспомнили 2010 год. Тогда горели леса Заволжья и Центральной России. Москва укутала непроглядными клубами дыма от горящих торфянников в Шатурском районе Подмосковья. Тогда ситуация была хуже, чем сегодня. Столбики термометра местами подступали к отметке в 40 градусов. Сегодня не выше 22 по Цельсию. При этом прогнозы синоптиков неутешительные. Изменение погодной обстановки ожидается только в начале сентября, когда центр антициклона сместится на Урал. Дождей в ближайшие дни тоже не ожидается. Это связано опять-таки с областью высокого давления. Поэтому одна надежда на то, что спасатели, МЧС и все, кто борется с огнем, который сейчас горит в море, смогут справиться с ним. Врачи рекомендуют не выходить из дома. По возможности закрыть окна, пить побольше воды, принимать чаще душ, есть фрукты и овощи. Особенно это касается беременных, детей, больных хроническими заболеваниями легких и тех, кто переболел коронавирусом. Желательно исключить прогулки на свежем воздухе в часы пик. Это у нас утренние часы и днем, когда идет жаркая погода. И, конечно же, нужно защищать органы дыхания. В регионе сохраняется режим повышенной пожарной опасности. За разведение костров, в том числе на личных участках, выписываются штрафы. Гражданам обратились и представители регионального МЧС. С раннего утра в столице Чувашии, в городе Новочебоксарск, а также на территориях Чебоксарского, Мариинско-Посадского и Козловского районов республики, наблюдается задымление. Причиной образования смога стал ветер, несущий дым из горящих лесов в соседний Мариел. Необходимо учитывать, что наибольшее затруднение задымление может вызывать в утренние и вечерние часы, когда смог концентрируется в приземном слое. В полудню земля прогреется, и под воздействием восходящих потоков воздуха дым поднимется вверх. На сегодняшний день ликвидация очагов природных пожаров в республике Мариел продолжается. В настоящее время площадь активного горения составляет 34 диктана. В тушении задействованы 175 единиц техники и около 1000 человек. Обращаюсь к гражданам нашей республики воздержаться от посещения лесов, быть осторожными и о каждом случае возгорания, если будут обнаружены, сообщить нашей диспетчерской службе. При этом спасатели обращаются к тем, кто все-таки решит открыть окна и проветривать квартиры, особенно на высоких этажах. Предельно внимательно следить за малолетними.